Золотой ключик Бассонажи как взрослые, так и дети. Мальвина, Пьеро, Буратино – это дети. Базилио, Лиса-Алиса, Карабас-Барабас – это могут играть взрослые, поскольку мы в заключении собираемся снимать фильм. А для того, чтобы стать актерами этого фильма, участникам нужно было показать себя. Они разделились на несколько команд и поочередно посещали различные павильоны киностудии «Читай фильм», организованные в детско-юношеской библиотеке. Командам нужно было не только выполнить несложные и веселые задания, но и продемонстрировать свое актерское мастерство, сценическую речь. А в пруду черепахи тортилы книголюбам пришлось использовать свою смекалку, чтобы ответить на каверзные вопросы. Некоторые из них вызвали особое затруднение. Вот понравился всем вопрос. Что станет зеленым камнем, если он упадет в Красное море? Все называли, кроме правильного ответа. Мокрым. Мокрым будет. Остальные вопросы тоже участникам очень понравились. Особенно те, которые все же удалось разгадать. Что тяжелее? Килограмм ватт или килограмм гвоздей? Или сколько литров молока может дать бык? Сколько дадут 10 букв? Да. Какой рукой удобнее размешивать чай? Я сказала ложкой. Так как рукой сейчас неудобно будет размешивать чай. В каждом павильоне за каждое задание участники получали сказочную валюту – сольдо. А на заработанные монеты можно было очень вкусно перекусить в трактире «Три корочки». Среди предложенных блюд наибольшей популярностью пользовались, конечно, сладости. Чаще всего покупают вафлики, напиток, любимый напиток – мальвины, червячки, дуримарчика, которые пиявочки. Потом покупают сухарики, но редко – и риски, и золотой петушкой, и петушки на палочках. Ну а перекусив, команды отправлялись выполнять новые задания. В это время режиссер нового фильма «Приключения Буратино-2» подбирал себе актеров, чтобы завершить мероприятие кульминационной съемкой старой сказки в новом формате. Сюжетная линия, мы немножко ее сделаем не обычной сказкой, а, как сейчас принято, мелодрамой. И вот, наконец, настал самый важный момент. Зрители собрались в зале, и с легкой руки режиссера некоторые из них были назначены на главные роли нового фильма про Буратино. Великолепная игра актеров и нетривиальный сюжет обрекли картины на стопроцентный успех. Ну а премьера фильма уже на экране состоится в конце этой недели. Увидеть ее все желающие смогут в пятницу, 29 апреля. Показ состоится в Центральной детской юношеской библиотеке. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.